МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК 49. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пыль, смог и жара. Аномальные атмосферные условия, сложившиеся в Западной Сибири в сочетании с большим количеством пыли и гари от горящей травы, привели к ухудшению воздуха в городе. Центр занятости в режиме онлайн. Записаться на получение пособия по утере работы теперь можно только удаленно. Насколько сложно это сделать? Хобби на самоизоляции. Новосибирцы используют свободное время для того, чтобы превратить свое хобби во вторую профессию. Если начало этой недели в Новосибирске запомнилось только пылью над дорогами, то ее середина обозначилась уже густым смогом. И причина того не только в лесных и ландшафтных пожарах, распространившихся по территории Сибири, но и в метеорологических условиях. Как погода повлияла на ухудшение качества воздуха, мы выяснили в Западно-Сибирском метеоагентстве. Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало ряд штормовых предупреждений. К примеру, в Кузбассе до пятницы сохранится высокая пожароопасность. В Томской области продолжится подъем уровня воды в некоторых реках. Возможно, достижение опасной отметки. А вот в Новосибирске в период с 21 числа до 15 часов 23 апреля будут сохраняться метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. И то, что синоптики не обманулись, в городе было хорошо заметно. А все потому, что над Сибирью становился мощный антициклон, говорят специалисты. То есть атмосфера достаточно спокойная. Перемешивание между слоями происходит очень слабо. Поэтому все тяжелые, вот этот тяжелый воздух, который насыщен примесями, он прибивается к земле и не расходится ни на восток, ни на запад. Такая же погода у нас завтра, но во второй половине дня начнется все-таки усиление ветра небольшое. Это потому, что на нашей территории, отмечают метеорологи, пытаются пробиться циклон со своей непогодой. В результате этой борьбы территория Новосибирской области уже 23 апреля разделится на две части. Теплую, спокойную и холодную, дождливую, ветреную. Новосибирск будет оставаться в массах горячего воздуха и в четверг, и в пятницу. А вот на выходных все изменится. 25 числа через областной центр пройдет холодный фронт. То есть массы полностью поменяются. Сухая и жаркая масса уйдет на восток оттеснится, а с запада придет, пройдут вот с фронтом, пройдут дожди грозовые, но потом придет масса более с умеренной температурой. Сначала 10-15, но потом все равно будет постепенно повышаться до 15-20 градусов. Вся эта ситуация хорошо показывает, насколько Новосибирск уязвим в экологическом плане и зависит от погоды. Затих ветер, перестали перемешиваться воздушные массы, дышать нечем людям стало. Прошлись тучи черные да грозовые над городом дождями ливневыми, автомагистрали затопило, движение встало. А если мороз 40-градусный зимой ударит, какие-нибудь коммуникации точно не выдержат, без тепла останемся. Вот так и живем, с осторожностью прислушиваясь к прогнозам синоптиков. А ведь чтобы изменить ситуацию, наверное, вполне достаточно. Вовремя чистить и мыть дороги. Вывозить грязный снег, чтобы после него весной слой грязи на газонах не оставалось. Систему ЖКХ не поддерживать, а развивать. И ливнеприемники на проезжих частях не закатывать в асфальт. Глядишь, и добьемся этой независимости от погоды. Изменения в бюджете области и меры поддержки населения и предприятий в условиях пандемии коронавируса обсудили депутаты регионального парламента. На заседании Комитета по бюджетно-финансо-экономической политике и собственности был предложен ряд мер, призванных сохранить социальную и экономическую стабильность в обществе. Подробности в следующем сюжете. Коронавирус, точнее связанные с ним ограничения и падение спроса стали серьезным испытанием для многих отраслей экономики. Сегодня многие предприятия вынуждены приостановить свою работу, да и среди продолжающих свою деятельность немало тех, кто столкнулся с серьезными проблемами. По большому счету у нас большинство предприятий живет с колес. То есть того, что зарабатывает сейчас, вкладывает в какие-то там проекты внутри предприятий и живет, естественно, за счет реализации своей продукции, своего труда вот в этот текущий момент. И если, конечно, вот эта потребительская возможность будет сокращаться, это очень тяжело. В ряде отраслей уже идут сокращения персонала. Немало людей лишилось источника доходов. Для того, чтобы помочь им, в областной бюджет сейчас носятся необходимые изменения, в том числе связанные с перераспределением средств. Например, на поликлинике и организацию мер по борьбе с коронавирусом. Это, наверное, не просто корректировки бюджета, а корректировки ценностей и приоритетов, которые, к сожалению, мы имеем в это в настоящее время и то, что происходит. На сегодня, наверное, никто не отрицает экономику, никто не отрицает, что надо развиваться, инновации, инновационная экономика, цифровизация и так далее, строительство новых объектов с окончания старых. Но на данном этапе, все-таки, наверное, не стоит объяснять, что забота о людях это важнее. Налоговые льготы, льготные кредиты малому и среднему бизнесу и ряд других мер поддержки, уже действующих как в стране, так и у нас в регионе, это, конечно, способствует стабилизации обстановки, отметили депутаты. В то же время пока их недостаточно, и поэтому на заседании комитета был предложен ряд дополнительных мер. Эти предложения вскоре должны направить федеральные органы власти. Депутаты сегодня предлагали обратиться к международному опыту, где государство компенсирует часть зарплатных обязательств предприятий конкретно. То есть, в принципе, на мой взгляд, вот этот момент надо его рассматривать. Люди старшего поколения хорошо помнят 90-е годы, когда и экономика, и социальная сфера находились в глубочайшем кризисе. По словам Александра Морозова, одна из важнейших задач сегодня, невзирая на все трудности, не допустить повторения тех времен, помочь и людям, и предприятиям. Поправки в бюджет региона и предлагаемые дополнительные антикризисные меры депутаты рассмотрят на очередной сессии законодательного собрания, намеченной на 30 апреля. С 26 марта этого года все госучреждения занятости населения Новосибирской области перешли на дистанционные формы работы. Время в новых условиях общения с работодателями и соискателями работы прошло не так и много, но первые выводы уже можно сделать. Да и социальная ситуация становится более понятной. Об этом в репортаже нашего корреспондента. Из открытых источников стало известно, что 171 организация Новосибирской области может высвободить порядка 3000 работников. В первом квартале 2020 года уже были уволены порядка 800 человек. Во втором квартале без работы, вероятно, останутся еще около 1300 сибиряков. В связи с этим ожидаемо актуальными становятся услуги центров занятости населения. Но эта служба в нашем регионе целиком перешла на дистанционные формы общения. Работаем мы только с теми гражданами, у которых отсутствует техническая возможность самостоятельно подать документы. Это либо нет компьютера, либо нет возможности использования интернет-связи. Эти граждане могут прийти к нам, мы с ними помогаем им зарегистрироваться, подаем заявление и в дальнейшем уже взаимодействуем дистанционно. Вот только чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону. Всем остальным желающим зарегистрироваться в статусе безработного и получать повышенное пособие в размере более 14,5 тысяч рублей, либо найти новое место работы, с сотрудниками центров занятости придется общаться дистанционно. С 18 марта, когда у нас в Новосибирской области был установлен режим повышенной готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по 20 апреля в центры занятости населения обратились 10 тысяч граждан в целях поиска подходящей работы. Из них половина были признаны безработными. На данный момент треть из них нашли работу. Трудно ли в условиях эпидемии, когда многие предприятия временно не работают, а другие вовсе ликвидируются, найти себе работу? Можно с уверенностью говорить, что да. Конечно же, стало сложнее. Однако в профильном региональном министерстве заявляют, что количество вакансий особо не уменьшилось. Работодатели сейчас не так активно заявляют новые вакансии. Есть работодатели, которые закрыли свое предложение, но вместе с тем есть те работодатели, которые сохраняют вакансии, говорят о том, что прием они будут осуществлять после завершения ограничительных мероприятий. Говорить о существенном обвале не приходится. То есть вакансий на сегодняшний день 31 тысяча. Подать заявление о службу занятости региона можно разными способами. Во-первых, через сайт «Работа в России». Это если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. Во-вторых, по телефону горячей линии, которые вы видите на своем экране. И по номерам районных центров занятости населения их можно найти, к примеру, в системе 2ГИС. И напомним, что в настоящее время действует временный порядок, согласно которому не надо предоставлять копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке. Всю информацию служба занятости получит сама по своим каналам. Сейчас многие становятся фермерами, но не у всех это получается. Разумеется, что люди, которые взялись заниматься животноводством, должны нести ответственность за своих подопечных. О непростой ситуации, в которой оказались брошены животные, неудавшегося фермера, мы расскажем в следующем сюжете. Колыванский район, село Новотроицкое, далеко от магистральных дорог. Жизнь здесь идет своим чередом, и сельчане занимаются домашними делами и совсем не ведают о том, что на окраине села в опустевшем телятнике остались брошенными и обреченными на голодную смерть 4 свиньи. Причина простая. Бывший арендатор помещения банкротился и уехал, не приняв никакого решения о дальнейшей судьбе этих бедолаг. Местные жители их понемногу подкармливают. Понемножку чем мы можем, но чем мы можем. Мы свои же не можем, тоже как продукты свои отдавать. У нас как... Вот водичкой попоем, и все, а больше чем. Представители сельской администрации данную ситуацию отказались прокомментировать. Мы поговорили с жителями села Новотроицкое, чтобы узнать какую-то информацию об их владельце. Но ничего хорошего не услышали. Он точно так же в прошлом году бросил своих овец, они у него валялись, а все мертвые на поле. Мы приезжали, свет станции, все это смотрели, вскрывали. Он их просто бросил на долгое время. Все, они у него умерли, непонятно от какой причины. То ли там объелися, он привез какой-то горох плохой, плеснявый. Они его объелися, все подохли. Вот так вот он со своей скотиной обращается. Фермерский труд очень тяжелый и ответственный. Животные требуют постоянного присутствия человека рядом. И хозяин должен следить за их состоянием. А если он бросает своих подопечных на произвол судьбы, то должен отвечать по закону. Такой закон есть, недавно принят. И касается он не только кошек и собак, но и сельскохозяйственных животных тоже. И задача власти – добиваться соблюдения его норм нерадивыми хозяевами. Что же касается этих свиней, то после нашего визита хозяин все-таки появился. И, как говорится, ответственность о их дальнейшей судьбе взял на себя. Как это и должно быть по закону. Еще из детских сказок нам известно, что Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, а Мария – искусница. И встречаются они порой не только в сказках, но и в реальной жизни. О мастерице-рукодельнице, которая охотно поделилась своими идеями для свободного времени, расскажем в нашем сюжете. В свободное время всегда можно провести с пользой. Например, прочитать новую книгу, посмотреть давно забытый фильм, послушать музыку или научиться чему-то новому. А можно приобрести навыки прикладного творчества, которые в дальнейшем могут стать источником дохода. Оказывается, не обязательно приобретать в магазинах альбомы для семейных фотографий. Их можно изготовить своими руками. Особенно эта идея хороша для детских альбомов. Ведь каждый ребенок индивидуален и любим. А значит, и его фотоальбом должен быть необычным. Самое первое, это в школе вот шить начинала, а именно по альбомам, это когда пошла в декрет с дочкой, чтобы чем-то себя занять, увидела работу и тоже решила сделать. Сначала делала для друзей, для знакомых, в подарки все. И когда начали уже спрашивать, я уже начала делать под заказ. Конечно, чтобы работа удалась на славу и осталась памятью на всю жизнь, нужно старание и терпение. С первого раза может не получиться. Курсы в интернете могут в этом вам помочь. Если вы решили сделать новую обложку, то, по словам мастерицы, лучше всего начинать с ткани, так как она податливая и, что называется, в тренде, особенно американский хлопок. После того, как наработается навык, можно переходить на кожу. Есть специальные магазины, все для рукоделия. То есть, кто начинает, они большими объемами не закупаются. То есть, там можно полностью выбрать такой формат, который вам нужен. Вот эти, получается, заготовочки, клей, кожзам, ткани. Там все есть, сразу нарезано. То есть, вы берете конкретно под одну работу. Особенность изготовления детского альбома заключается в том, что там можно расположить специальные поля для заметок, комментариев, нарисовать детскую ножку и даже записать небольшой диалог с ребенком. Такие альбомы сейчас очень популярны и востребованы на рынке. Так что недостатка в заказах мастерица не испытывает. Вот так и становится случайное увлечение второй профессии, которой лишней не будет, особенно сейчас. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok